8 миллионов рублей на реализацию проекта могут получить некоммерческие организации. В Сургутском районе стартовал прием заявок на грант главы Сургутского района. Всего на поддержку некоммерческого сектора запланировано 14,5 миллионов рублей. В прошлом году эта сумма была меньше 9 миллионов. Заполнить заявку желающие могут на сайте, а получить информацию, например, по оформлению в ресурсном информационном центре. Каких проектов ждать в этом году, узнавала Леана Киямова. Прорабатываем зоны шейно-боротниковые, крестцовые. Этот массаж не требует серьезных физических усилий. Главное – знать точки и вести по ним рукой секрет в перчатках. Они подключены к специальному оборудованию, который подает токи. Может проработать искривление позвоночника, травмы или холку. Аппарат «Любовь Сиренко» приобрела на грант губернатора Югры. Выиграл с проектом профилактика травматизма. Сейчас планируют приобрести капсулу. Есть инфракрасная капсула, которая напрямую, она с диабетиками, выводит токсины с лишним весом. Ну, мы будем уклон делать на диабет и лишний вес, но у нее функционал очень большой. То есть там и сколиоз, и это. Она как вот биоэнергетический массажер, ну, немножко просто отличается функционалом. Инфракрасная капсула станет частью проекта «Молодостью Гры». На приобретение этого оборудования «Любовь Сиренко» готовит заявку на грант главы Сургутского района. В этом году на поддержку некоммерческих общественных организаций муниципалитета выделено больше 14 миллионов рублей. Социальная значимость проекта является одним из основополагающих критериев нашего конкурса. То есть чем большую социальную, так сказать, поддержку населению оказывает проект, тем больше шансов, потому что это одно из, так сказать, один из критериев, который влияет на успешность поддержки этого проекта. Грант главы Сургутского района реализуется с 2020 года. В прошлом году некоммерческие организации подали полсотни заявок, 15 из них выиграли. В том числе на проведение фестивалей, спортивных мероприятий, покупку оборудования. В этом году ожидается больше проектов патриотической направленности. В этом году как раз про беспилотники, потом подготовка гуманитарного волонтерского отряда на Донбасс из 25 человек медиков, профессионалов, которые поедут туда. Также спортивные различные проекты, военные сборы. Заявку на участие можно подать на сайте НКО Сургутского района. Сбор завершится 13 мая. Участники могут получить до 8 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Леана Киамова, Игорь Патищев, телекомпания «Югра», Сургут.